Должен признаться, я вас люблю. Конечно, надо мне приходится специально апеллировать к вашей взаимности, чтобы получить ответ на какой-то вопрос. Но вот мне интересно стало действительно. Вот вы постоянно что-то мне задаете вопросы, спрашиваете, требуете иногда, требуете ответственность за свои слова. И вот был приведен пример, когда я сказал, что Локо проиграет. Жалко, кстати, я правда расстроен. И обратился в то же время, что никто мне не написал, в конце концов, что я был прав. А ведь многие упрекали, что я не верю и так далее. Его многие написали. Я очень тронут. Мне совершенно не важно, что вы обо мне думаете о моей правоте. Просто мне кажется, что это говорит о нормальном диалоге. Вот и сейчас, понимаете, «Зенит» проиграл. Я говорил вам в самом начале, еще в сентябре, когда была жеребьевка, что оба российские клуба, скорее всего, будут четвертыми. Я на этом настаивал категорически. И в этом, конечно же, была доля эмпатии. Я думаю, что, возможно, один из клубов зацепится за третье место. Но в результате, в результате получилось то, что получилось. Я совершенно этим не кичусь. Это я даже не считаю прогнозом. Прогнозы у меня в Инстаграме, подписывайтесь, кстати. Прогнозы, когда вот ты думаешь, что будет завтра. И вот это вот решается или не решается. А в данном случае это касается стратегического положения дел в российском футболе. Где мы находимся и так далее. Извините за скучное слово. Поехали. Для начала признаюсь вам. Когда я записываю этот выпуск, я еще не знаю итогов матча европейской среды. Обычно я дописываю после этого какие-то слова. Но о локомотиве я говорил в предыдущем выпуске. И я не думаю, что изменится что-то существенное. Если будет хорошо, то будет хорошо, мы это узнаем. Сегодня я буду говорить в основном о провале всех российских клубов в Еврокубках. О Зените буду говорить. Ну, а о Европе то, что успею. Потому что о Европе мы еще поговорим в следствии жеребьевки. И вообще будут еще поводы. Сейчас отмечу только два важных обстоятельств, у которых уже сейчас лень проходить. Ну, во-первых, неудача Аякса. Друзья мои, ну так бывает. Но не забывайте, пожалуйста, опять-таки я вам рассказывал об этом раньше. Аякс это не романтика футбола. Аякс это очень прагматический проект. Аякс продает футболистов. Именно поэтому они должны быть молодыми. Сразу же как-то о себе заявлять. Именно поэтому нужно играть в атаку. Вот так лучше правят своих индивидуальные качества. Это правильная модель. Просто она не романтическая. Поэтому не сетуйте, пожалуйста. Если Аякс выигрывает, это прекрасно. Это хорошо. Он зарабатывает больше. Если Аякс проигрывает, то в футбольном плане, значит, дальше идет более достойная команда. В данном случае это Валенсия. Кстати, очень интересный проект. И хорошая команда. И ей очень часто не везет. Поэтому почему-то интересно нужно расстраиваться в этой связи. А что касается Аякса, ну вот вы любители Аякса. Вы же его любите независимо от того, что он иногда десятилетиями не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну и сейчас тоже будете продолжать любить игроков Аякса в других командах, в которые он и стремится их, собственно говоря, пристроить и заработать на этом. Что и хорошо. И еще не могу пройти, конечно, мимо поединка Интер-Барселона. Конта, прекрасный тренер с европейским именем, прагматик и так далее. И Вальверде, которого вы все ругаете. И вот Вальверде приехал с ротированным составом почти вторым. Взял и раздраконил вашего Конта. Ну не без шансов, да. Ну вот, пожалуйста, вот вам чего стоит новая борьба за первое место в серии А. Вот главное, чего стоит ваша критика Вальверде. И вот чего стоят те проблемы, с которыми он сталкивается, имплементируя в состав. Хорошая, еще одно умное слово вернул. Да. Имплементируя в состав лучшего футболиста, возможно, всех времен. Как вы думаете. А я так думаю, что лучшего футболиста просто современности Лионеля Месси. Это не такое простое дело, оказалось. Ну а теперь о Зените. Разумеется, не о самом Зените. Это, в принципе, нудное тело. Мы о ней говорим довольно часто. Мы сейчас будем говорить о нашем футболе. О том, что он показал в этом Еврокубковом сезоне на примере Зенита. Который является то ли его лидером и пытается изо всех зенитовских сил вытащить его наверх. Вот так вот на Малкоме, на Халке, на ком-то еще, на стадионе за миллиард евро. Или, может быть, Зенит является такой целенаправленной, такой самой очевидной язвой, может быть, нашего футбола, где видны все проблемы. И, может быть, поэтому станет заметнее, как их лечить. Так вот, начнем с Зенита. Почему я говорил после Жебьевки, что у Зенита будут колоссальные проблемы? У Зенита, поскольку он матка группы, его проблемы явнее. Я исходил из следующего. Зенит, матка группы, слабейшая из маток. Означает, что в группе, скорее всего, не будет лидера. Его и не оказалось. И все будут у всех отбирать очки. Это означает, что самое главное, ровно проходить дистанцию. Большая проблема для команды, у которой нет реального класса. Я так смотрю на Зенит. Я это сказал тогда, в общем-то, это проявилось. Второй аргумент. Третий и четвертый матч с самой сильной командной группы. С Лейпцигом. Да, Лейпциг не грант. Но Лейпциг не опускается ниже определенного уровня. Это самое существенное. Лейпциг в середине, собственно говоря, турнира отобрал у Зенита важнейшие очки, приземлил его на место и лишил возможности, как-то вот до наступления декабря, решить свои проблемы с выходом. Ну, или каким-то, ну, каким-то образом закрепиться, короче говоря, вот на лидирующих позициях. Это сработало? Это сработало. И последний аргумент тоже из разы до календарных. Последний матч Декабрь-Лиссабон. Это очень сложно в принципе. Вне зависимости от того, какой Бенфика выглядит, допустим, во втором игровом туре. Это трудно, потому что нет сил, потому что скоро отпуск, потому что Бенфика у себя дома опаснее себя самой в среднем раза в три, ну и потому что это последний, собственно говоря, матч. Как это, собственно, все и произошло. Да, разумеется, я не мог знать, что у Зенита будут травмы. У Зенита довольно будет сложная ситуация к концу турнира. Вообще так обычно и бывает, но тем не менее. Зенит ухватила сил ровно на час игры. После часа игры не было никакого Зенита. И я рассматриваю это так, что Зенит, в конце концов, который явился катализатором, а может быть даже и породителем тех проблем, которые сейчас испытывают фанатское движение, ну отчасти, отчасти, отчасти. Зенит проявил солидарность с болельщиками и прекратил играть на 60-й минуте матча в Лиссабоне. Уйти с поля он не мог, но прекратить играть мог. Это и произошло. А ушел один Дуглас Сантос, отныне ему всеобщая удовольствия. С вылетом Зенита у нас остается одна команда в Еврокубках с некоторыми шансами на европейскую весну. Это Краснодар. Краснодар сегодня, смотрите, в день премьеры, играет с Хитафи в Испании, собственно говоря. Он проиграл Хитафи дома. Почему он должен выигрывать в гостях в декабре, это сложно сказать. Но если вы соберетесь сделать ставку на этот матч, вы можете это сделать в компании MarathonBet, как это делаю я и буду делать в ближайшее время. И если вам очень хочется, я вам советую сделать ставку на тотал больше 4,5 желтых карточек в этом матче. Потому что будет борьба. Борьба за три. Ну, более или менее три результата. А если вы не хотите сделать ставку на желтые карточки, то тогда вы знаете, делайте это на свой страх риск. Потому что черт его знает, на что способна русская команда в декабре. В сентябре «Эгресси» и «Юниор» совместно открыли футбольную школу на северо-востоке Москвы. Сегодня «Юниор» — это сеть частных футбольных школ, насчитывающая более 500 школ в 196 городах в 22 странах. «Юниор» офигенно справляется с такими объемами благодаря эффективной системе управления. Сотрудничать с ними легко и приятно. Методики тренировок в «Юниоре» разработаны специалистами Национального университета физической культуры и спорта имени Лесговта. Более 1000 страниц методик и 200 часов образовательных видео разделены по уровню подготовки и осваиваются тренерами постепенно. Поэтому они всегда находятся в процессе обучения. К тому же «Юниор» проводит еженедельные тесты своих специалистов. Качество тренировочного процесса в «Юниоре» обеспечивается за счет конструктора тренировок, который не позволяет добавить в тренировочный план упражнения, не одобренные экспертами или не предназначенные для данной возрастной группы. Кроме того, «Юниор» много работает и с родителями. Им предоставляется доступ в личный кабинет в мобильном приложении, где они могут общаться с тренерами и администраторами школы, оперативно решать различные вопросы, сидеть за графиком тренировок и изучать различные материалы, раскрывающие философию и принципы работы юниора. Еще одно конкурентное преимущество «Юниора» — внутренние детские турниры. Соревновательный процесс — лучшая мотивация даже для самого юного спортсмена. А в школу «Юниор» детей можно записывать уже с трех лет. Летом я был на одном из таких турниров. В нем участвовало больше 200 команд из 76 городов. Это крупнейший внутрисетевой турнир в мире. Ни одна школа не собирает такого количества собственных команд. Мне часто приходится говорить о серьезных проблемах детского юниорского футбола в нашей стране. А школы «Юниор» делают все возможное, чтобы их решить. На высоком организационном уровне и обеспечивая индивидуальный подход к каждому. Переходите по ссылке в описании и записывайте своего ребенка в ближайшую к вам школу «Юниор». Увидимся на ближайшем турнире. А может быть в нашей совместно с юниором в школе «Эгресси». Это футбольный клуб. Я билетризирую, но иногда и на серьезные темы. Почему важно поражение «Зенита»? Почему важно четвертое место «Зенита»? Потому что «Зенит» думает, что он лидер национального футбола. А «Зенит» не лидер. «Зенит» — сосредоточие и лакмусовая бумажка абсолютно всех проблем. Помните, я говорил вам накануне матча «Зенита» с «Лейпцигом»? Прицепился к очередным идиотским словам одного футболиста Верзила, у которого в голове и опилки. Да-да-да. Но это не важно сейчас уже. Я обращал ваше внимание тогда, что «Лейпциг» возник на следующий год. Возник вообще из пустоты. После того, как «Зенит» выиграл кубок УЕФА. И уже принадлежал компании «Газпром», которая в последующие 11 лет после этого попадала и возглавляла список крупнейших мировых компаний. Со спонсором «Лейпциг» этого никогда не бывало. Так вот почему это важно. Тогда мне многие возразили, что «Вася, ну да, Лейпциг добился большего. Лейпциг действительно это платформа для развития футболистов. И сам клуб тоже прогрессирует. Но, Вася, говорили вы мне, это же происходит в Бундеслиге. Это же совершенно не чемпионат России». Да, вы правы. Что это означает? Это означает лишь то, что один клуб не может развиваться и прогрессировать помимо Лиги. Это новость. Черт вашу побери мать. Вы правда думаете, что ли, что это новость? Вы думаете, что этого кто-нибудь не понимает? А где прогресс национального футбола настоящий? Где прогресс Лиги за это время? Между прочим, все это время российским футболом руководят президенты РФС, выходцы из системы «Зенита» и иногда даже компании «Газпром». Два раза Мутко, Фурсенко и вот теперь вот Александр Дюков. Что же происходит с нашей Лигой за все это время? Судейство пытаются наладить каждый раз уже навсегда, уже в третий раз. В этом году систему ВАР не могли внедрить, потому что в конце концов нужно было сделать так, чтобы управление системой ВАР тоже оказалось в руках «Газпрома» через «Газпром-медиа», через «Матч ТВ». Понимаете, в конце концов это произошло, и уже даже ВАР вызывает определенные нарекания. Его еще поздно ввели из-за этого всего скандала, из-за этой затяжки времени. Скажите, вот в Бундеслиге есть явный лидер – Бавария. А у Баварии есть свой Оренбург и свой Сочи. В одну команду можно сливать тех, кто не нужен, более или менее по рыночным ценам, там в конце концов на поставках труп в «Газпром» можно будет разобраться. А другая команда для того, чтобы брать до футболистов за 50 марок, например, ну 50 тысяч рублей какие-нибудь. Есть у Баварии такие клубы? Я думаю, что нет. Да, Бавария по праву сильного забирает кого угодно и когда захочет, но она платит за них реальную цену. И те клубы, которые продают Баварии игроков, они получают эти деньги, они покупают на них новых рекрутов и развивают их снова. И, возможно, у них их когда-нибудь купит Бавария. А если не купит Бавария, то Европа вся свободна, понимаете? Подобные вещи происходят в российской лиге? Я думаю, что нет. А что происходит с телевизионными тендерами на показ матча российской премьер-лиги все это время спрашивается. Там что, конкуренция развивается? Нет, там есть только монополист. А сейчас, возможно, появляется конкуренция в лице, например, Яндекса, в лице Рамблера. Возможно, еще какие-то компании возникнут. И что же, скажите, эта конкуренция приветствуется? Да нет, конечно, вы сами прекрасно это знаете. К чему ведет монополия? Монополия ведет все к тому же. Сегодня многие обсуждают слова Андрея Аршавина, который сказал после матча «Зенита» с «Бенфикой», что колоссальная проблема заключается в переходе с системой весна-осень на систему осень-весна. Что ж, может быть. И я не понимаю разницы, вот хоть вы меня убейте. В сущности, это перемены мест первого и второго кругов. Я не хочу сейчас даже начинать эту дискуссию, но это говорит Андрей Аршавин. Андрей, Андрей Сергеевич, вы вообще помните, что эту систему ввел практически в выливом решении президент РФС Сергей Саныч Фурсенко, который и сейчас входит в среди лекторов Санкт-Петербургского «Зенита»? Вы в клубе бываете, Андрей Сергеевич? Вы не могли там в дверь зайти, обсудить как это с Сергеем Санычем Фурсенко? Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что Сергей Саныч Фурсенко правильнее всего разговаривать ему, наверное, с врачами. Но тем не менее, вот вы не пробовали его убедить в этом? И помните аргументы, которые он тогда приводил. Да, Андрей, это не твоя работа, совершенно верно. Но, как ты считаешь, вот это стратегическая проблема? Это же стратегия развития футбола. Это что, после матча «Зенит-Бенфика» может быть стало ясно? Ну, наверное, и нет. Может быть, стоило об этом раньше сказать? Андрей прекрасный эксперт, у него прекрасный подвешенный язык и много мыслей в голове. Но посмотрите, когда он их высказывает. Ну, когда, собственно говоря, припадет к стене, а в промежутке он в свободное от работы время предложил Слуцкому пойти работать в Сочи. Ну, как вы думаете, Слуцкий идиот, что ли, чтобы в Сочи идти работать? Кем он будет, спрашивается, работать в Сочи? Да и Бердыев-то не хочет идти. А уж Бердыев-то человек системы. Я к тому, что все эти «весна-осень», «весень-весна» это скороговорка, это заклинание. Сейчас-то слова ради слов. Давайте начнем еще один титанический процесс, чтобы не заниматься каждодневным трудом. Ведь это как здоровье. Им нужно заниматься каждый день. Я точно знаю, я-то его запустил. Как можно, Андрей, объяснять переходом на «осень-весна» с «весны-осень» то обстоятельство, что вторая лига у нас умирает и клубы загибаются? Андрей, я приглашаю тебя посмотреть фильм, который будет в зимуэфир на нашем канале, надеясь на следующей неделе. Потому что в этом фильме мы сегодняшний навсего доехали от Москвы до Санкт-Петербурга. Я очень рекомендую творчество Виктора Кравченко, автора серии фильмов, который назывался «Негриси». Эта история будет продолжаться. Виктор долго будет работать у меня на канале, потому что он классный и интересный автор. Посмотрите этот фильм. А я вам скажу после того, посмотрите трейлер, что я думаю по этому поводу. Таких стадионов, как «Лужники» и «Газпром-арена» не то что в Африке, да в мире мало. И я подумал, а что если я проеду от одного стадиона до другого, от Москвы до Питера, и посмотрю, как живет российский футбол, как развиваются профессиональные клубы и детские академии между двумя этими огромными стадионами? Кто мы? Кромада! Сейчас идут суды. Деревья начали расти. Тут уже надо лет, наверное, 10 назад. Здесь на нем еще играли. Ну, база футбольного клуба «Волосянин». Япония, мать, а! А сколько бюджет годовой? У команды? Ноль. А, вообще я вас денег не знаю. Стажировку я проходил в Италии, а вторая – «Вашита» в Барселоне. В Барсе, то есть? Да. Это пушка вообще нормальная. Как здесь продолжать работать, когда мы увидели, как настоящих футболистов готовить. С родителями собираем деньги, приобретаем мячи. То же самое касается формы. Я хочу стать как Зюба. Я хочу играть как Кенфеев. Газаев, сука. В Африке с тоской по родине мне помогал справляться русский рэп. Так что в этот раз я тоже ничего менять не буду. Ну, что, двинули? Понеслась просто. Давай. Я жму на газ, и им придется провожать меня. Так вот, футбольным клубам во второй лиге совершенно все равно, как доиграть. С весны на осень или с осени на весну. Мало того, даже если это не так, то уровень менеджмента в этих клубах таков, что он не в состоянии ни понять, ни объяснить, хорошо это или плохо. А футбольные клубы умирают, Андрей Сергеевич, по одной совершенно и очень простой причине. Потому что те организации, которые содержали футбольные клубы, а именно заводы, фабрики, какие-то ответвления того же самого Газпрома региональные, они хереют. Они просто умирают. Их больше нет на территории нашей страны, Андрей. Вот поэтому умирают футбольные клубы во втором дивизионе. Они умирают, потому что они не питаются кадрами должным образом, потому что футбольные школы не работают. Андрей, это совершенно не связано со сменой времен года. Сегодня на телевидении работают, и небезинтересно работают, целая волна экспертов, которые являются выходцами из футбольного клуба «Зенит». Они прекрасно разговаривают, здорово разбираются в игре, и вообще это хорошие, нормальные, современные лица. Но разве вы не знаете, дорогие лица «Зенита», что в вашей команде нет никакого пути, ни прямого, ни кривого, вообще никакого нет пути из академии в первую команду, из второй команды в первую. Вы отпускаете игроков бесплатно на все четыре стороны, как Васютина, как Кругового, Лесового. Я путаюсь в этих домовых ваших, честное слово, пока они еще не выросли обратно. Всех остальных в отпусках вы выгоняете их практически, частяково. Просто отпускаете их на все четыре стороны, а потом покупаете за миллионы, потому что у вас есть миллионы, потому что вы так лечитесь, понимаете, к больному месту деньги прикладываете. Это никак и никого не способно исцелить. Все мир, думаем, удивить. Стадион построили, и поле уезжает, недалеко, правда, но уезжает, и крыша сдвигается, и все на свете. И такой сложный инженерный проект, что в России подрядчика не нашлось, чтобы его выстроить, потому что ничего сложнее моста в нашей стране давно уже не строили. Вот поэтому, кстати говоря, и цена-то раздулась. Давайте еще воздушный шар сделаем огромный, какого мир не видал, чтобы летал стадион по всему миру, вместе со зрителями, чтобы отапливался при этом, ну и что еще придут? И чтобы, вы знаете, чтобы еще там бассейн можно было сделать внутри. Опыт, такую историю хотите, давайте сделаем. И мир поразится. Но футбол в Твери, например, между Москвой и Петербургом, самая первая большая железная дорога в мире. В Твери футбол, между тем, умер. В вышнем волочке полная задница. По странам посмотрите. Вы празднуете в декабре чемпионство, посмотрите, чего оно стоит. Что такое Еврокубки? Ведь европейский футбол – это гарантированный развивающийся процесс. Быстрее, медленнее, может быть даже неправильнее, но он развивается, объективный мейнстрим. И каждый год мы убеждаемся, что мы еще дальше, дальше, дальше. В августе считали очки между Россией и Португалией. Вам все еще хочется этим заниматься? Вы не понимаете, где Португалия, где Россия? В частности, по декабрьскому матчу Бенфики и Зенита. Вы не понимаете, где Португалия, где Россия? Даже по августовскому матчу Порту с Краснодаром. Потому что Португалия все равно идет выше, а Россия идет вниз. Понимаете, в чем дело? Я-то ведь говорю вам все время именно об этом. Вы-то думаете, что я Юрия Павловича Семина гноблю, а я вам всего лишь на себя объясняю, что Юрий Павлович относительно Европы отстает все дальше и дальше. Это в России он снова на вершине. Почему? Да потому что все остальные тренеры разумные уехали. Потому что в России каждый год выпускают школы высшие тренеров. Штук 20-30 тренеров. А потом их просто нет, шаром покати. И некого взять на работу в команду Премьер-лиги. Людей с лицензиями для этой работы тоже нет. Ну и вот вам простой результат. Да, вы скажете промежуточный, но в среднем то он тоже такой же самый. Один футбол развивается, а другой отправляется в Дзюбу. Я же вам говорил. Дзюба это когда вне зависимости от результата вы даже можете не сжать в Петербург, а прямо из Лиссабона уезжаете отдыхать на Мальдивы. В Дзюбу это когда после хорошего матча вы подходите, вам вас все обнимают в миг-зоне, вы сыплете афоризмами, ну примерно такими, которыми охранники ухлёстывают за уборщицами. Ну потому что скучно же, понимаете. А вот когда нужно объяснить, что это после поражения, вот тут вы проходите мимо, вы говорите, а что вы обосрались. Да понятно, что обосрались. Если скажи хоть слово-то интересное, где в конце концов твой ум и разум? А, там дети ждут фотографироваться, там же с детьми вот так вот протянутыми стоят люди. И это ваш любимец, это ваш кумир. И я вас в этом не упрекаю. Я просто называю это жизнью в Дзюбе. Если вам она нравится, пожалуйста, прекрасно живите. Я буду продолжать это смотреть. Это совсем не безинтересный процесс. Сколько матчей, сколько драм, сколько желтых и красных карточек, сколько голов красивых и некрасивых было в Чемпионате России за эти полгода, за эти полсезона. А в результате, понимаете, и Краснодар со своей замечательной академией, и ЦСКА в лучах былой славы, и Локомотив с последним джедаем, и Зенит со всеми своими лечебными миллионами. Все оказались в одном и том же месте. И это место, друзья мои, задница. И все мы, я не отделяю себя от вас, и все мы сорта того, что в этой заднице до поры хранятся. Просто это то самое хранимое. Понимаете, оказывается, что мы в это вкладываем разные деньги. И в одном месте оно под ногами, а в другом месте за него платят миллионы. Вот в этом, собственно, и вся разница. Расписание нашей с вами жизни на ближайшее время. В мае мы коронуем чемпиона, там где-то тоже рядом сыграем за Кубок России. Потом мы сыграем на Евро, это будет увлекательно. Начнем чемпионат. А потом начнутся Еврокубки. Вот пока они не начнутся, а вернее пока не до какого-то цеплена до ноября, нам никто уже не напомнит о том месте, которое мы занимаем в европейской системе футбольных, ценностей, ступеньки, развитии и так далее, и тому подобное. И до сентября, даже до октября, даже может быть до середины ноября, вы можете быть совершенно спокойны. Вам ничто не напомнит вот с этой степенью ясности и неуклонности, где мы с вами находимся. Я жду вас здесь, на этом же месте, в урочное время, в следующем футбольном клубе. Пока. Так мы гримируемся, потому что невозможно располнивать, да? Что поделать? Глава профессора Дуэля. Посмотрите сейчас. А вот так это выглядит нормально. Нормально? Да. Мотор? Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь, есть этот мир как большой, футбольный клуб. 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 Продолжение следует...